Рев одноцилиндровых двигателей, запах бензина и пыли с под колес. Воспитанники спортивно-технического клуба Белогории снова на треке. Ребята недавно вернулись в Белгород в соревнованиях по мотокроссу, которые проходили в Ростовской области и Приволжском федеральном округе. Первые соревнования были в Ростовской области, это станица Тацинская. Там в классе 50 сантиметров кубических мы забрали весь подиум. В чемпионате Приволжского федерального округа мы ехали вне зачета. Но все равно результаты довольно неплохие. Белогория обучает взрослых и детей мотокроссу с 2009 года. Тренировки для юных спортсменов бесплатные. Участники спортивно-технического клуба показывают свое мастерство на областных соревнованиях, первенствах ЦИФО и чемпионатах первенства России. Заниматься можно начинать с 4 лет, но при условии, что ребенок умеет ездить на двухколесном велосипеде. Я уже занимаюсь 2 года, мне очень нравится. В Гостовской области я занял второе место, а в Пензенской области я занял пятое место. Тебе понравились соревнования? Да. Сложно было? Ну, не сильно. Любая тренировка начинается с разминки. Необходимо разогреть мышцы, а затем и двигатель мотоцикла. Летом достаточно и пяти минут. На тренировки юные спортсмены приезжают вместе с родителями. Папы осматривают и готовят мотоциклы к заезду. Сам в юности был поклонником этого вида спорта. Ну, особо и возможности не было этим заниматься. И родители не позволяли, и не разрешали, и не поддерживали меня. И вот решил реализовать свои детские мечты в своем сыне. На сегодняшний день уже занимаемся третьей. Вот здесь маломайские результаты. Тренировка вырабатывает нужные рефлексы, а также дает возможность прогнозировать поведение мотоцикла в различных ситуациях на треке. Ребят, сегодняшнюю тренировку начнем с работы на технику. Немножко поработаем по колечку. То есть ускорение сидя, прохождение поворота. Сидя, садимся там, где нужно, в серединке поворота. Выставляем ножку, открываем газ и подход к повороту в оттяжке. Мотокросс настолько увлекательный вид спорта, что я тоже решил попробовать. Через две недели ребят ждут новые соревнования. В Курске пройдет третий этап Кубка России по мотокроссу, а также чемпионат и первенство одноименного региона. Кирилл Мусаев, Роман Юрин, Белгород Медиа.